Ну что ж, дорогие друзья, вы, наверное, слышали про эту теорию раньше. А может и не слышали, может вы даже не пользуетесь английским языком при серфинге в интернете. Ну ладно, суть в том, что уже с октября прошлого года в интернете лазит такая вот интересная теория про то, что Джа-Джа Бинкс это на самом деле лорд Ситов. И что Лукас просто передумал, сделав Палпатина главным злодеем. А на самом-то деле Палпатин это всего лишь пешка в руках могущественного лорда Ситов. Настоящего лорда Ситов. Не какого-то там умершего Дарта Плэгиса, а настоящего лорда Ситов. А что если Сноук это и есть Джа-Джа Бинкс? О нет, не может быть. Нет. Ну хотя ладно, давайте по порядку. И заранее прошу меня простить за эту иконку Диснея в левом нижнем углу экрана. Закрою-ка я её квадратиком. Вот, вот так. Чё, думали я вам весь фильм покажу? Ага, разбежались. Ну нет, самые важные моменты я вам всё-таки покажу, чтобы навязать вам свою точку зрения. Начнём с восьмиметрового прыжка, который выполняет Джа-Джа Бинкс в первой половине фильма. Это вам ничего не напоминает? Нет, ни прыжки джедаев, ни прыжки ситов. Кстати, как вы думаете, с чем в реальной жизни Лукас проводил аналогию при создании джедаев? А? А? Угадали? Буддистских монахов! А известно ли вам, ребята, что существует множество разновидностей этих самых монахов? И все они используют разные стили боя. Один из таких стилей называется «Жи-Чен». Жи-Жи-Чен. И судя по тому, как сражается Джа-Джа, можно предположить, «Хм, а что если именно этот стиль он и использует?» «Хм, а что если это...» Ещё какой-то вон, использующий силу. Джедай, ситх или кто-то третий. Нет, я всё-таки думаю, что он ситх. Да, кстати, как ему всегда так удаётся уворачиваться от снарядов и вообще побеждать в бою, и вон, направлять гранатки прямо в противников, а? А ведь Оби-Ван сказал, что удачи в мире Звёздных Монт не существует. Да, да, какая вообще удача может быть? Вы только посмотрите на эти кадры. Ничего не напоминает? Не говоря о том, что Джа-Джа прыгает на 10 метров вдаль. Не, вы только посмотрите, куда он приземлился. Покруче Оби-Вана будет, а? И нет, это не ошибка актёра, играющего Джа-Джа Бинкса. Потому что Джа-Джа Бинкс это не актёр. Равно как и дроиды, которые сначала в него стреляют, а потом резко меняют направление взгляда. Кстати, а чё там Джа-Джа делает своими шаловливыми ручками? Моя, сильно пугайся! Хватайся за Джедай и бах! Ну ладно, эта шутка тут неуместна. Перейдём сразу к делу. Да, мне кажется, сегодня Квайгон Джин потерпел поражение на поприще махания руками. А вот у Джа-Джа Бинкса, похоже, всё удаётся. Недаром он становится генералом Гунганов. Да, да, кстати, посмотрите, что это? Он просто буквально вкладывает фразы в губы капитана Панаки. Это желание королевы. Ей интересно? Это желание королевы. Ей интересно? Кстати, в оригинале ещё более похоже. Куинь хочет, что она интересна о планете. Куин хочет, что она интересна о планете. Кстати, а почему соплеменники Джа-Джа боятся его? Разве он не простой деревенский дурачок? Разве он не должен смешить народ? Нет? Ах, хорошо! Моя дома! Уми-Куса! Ата-Ата! Кстати, а почему он втирается в доверие этой служанке? Ведь он ещё не знал, что она Падме. Или знал? Привет! Извиняй! Моя Джа-Джа Пинкс! Ты Гунган, да? Ага! Обратите внимание на этот злой ситский взгляд. Вообще, мне кажется, именно благодаря Джа-Джа Падме решилась на военную операцию против Торговой Федерации. У нашей сильной армии! Вполне очевидно, что именно Джа-Джа устроил диверсию, дабы задержать наших героев на некоторое время на Татуине. В тот момент, когда все дроиды отвлеклись на починку генератора. Да, кстати, наверное, поэтому ТР-2Д2 и пинает Джа-Джа, поскольку его чары не действуют на дроидов. А что ещё Джа-Джа сделал на корабле? Ну, конечно же, сдал Дарт Молу местоположение Амидалы. Если данные точны, я быстро отыщу их учитель. Ведь по-другому Дарт Мол не мог знать, где они находятся. Вы должны связаться со мной! Это уловка. Не выходите на связь и не передавайте никаких сообщений. Ха, ваша джедайская смекалка вам не поможет. Некоторые из вас, возможно, думают, «О боже, что это за безумие? Джа-Джа не может быть таким!» Но вспомним Йоду, каким он появился в пятом эпизоде. Если Йода это самый могущественный джедай в галактике, то Джа-Джа, по идее, должен был быть самым могущественным ситом в галактике. Уже представляю их дуэль в конце второго эпизода. Как жалко, что все-таки от этой идеи Лукас отказался. И нет, он не был бы чем-то вроде графа Дуку, нет. Он был бы самим учителем Палпатина. Доказательства? Ну что ж, хотя бы посмотрите на то, что Джа-Джа везде ходит вместе с Палпатином. А ведь по сюжету они даже не знали друг друга. И даже более того, он не просто ходит рядом с ним. Он помогает Палпатину заполучить особые полномочия, нарушая все демократические нормы республики. И что самое интересное, весь Сенат его поддерживает. Те самые сторонники демократии. Вероятно, он использовал темную сторону силы, чтобы убедить их проголосовать за. Итак, вот мой вывод. Что же было той самой таинственной угрозой, что угрожало нашим героям? Угрожало всей галактике. Это был... Дарт Джа-Джа. Ну, теперь пришла пора поставить лайк и подписаться. И поделиться видео с друзьями. Кстати, не забудь посетить мой второй канал. Это невероятно. Теперь их стало уже двое.